Кажется, победа Икс Фрэш вообще в этой серии 2-1. Я и в прогнозе давал, что как бы Икс Фрэш выиграет 2-1. Но я думал, они выиграют убежище, проиграют люксы и выиграют метаун. А здесь пошла рокировочка. Рокировочка по картам. Ждём Понпона. Время уже полдвенадцатого ночи у нас, дорогие друзья. Что у нас завтра двадцать третье, завтра четверг, потом пятница, потом выходные у вас, а потом и у нас. Ох, это переезд ещё у меня вот эти сейчас все 4 дня со среды. То есть с четверга по воскресенью. Ух, ух, прям неприятно. Ну да ладно. Понпон, всё. Гоу, 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 парни. Гоу, поехали, поехали. Жмите, пожалуйста, кнопочки, кнопочку готов. Спасибо, спасибо. Павел, ну ты же сейчас не выиграл, ты не первым написал 13-10, так что пока что только два в твоей копе. Ты погоди, погоди, сейчас он тебе напишет, сейчас тоже будет за тобой бегать неделю, просить код раздавать. Нет, он имеет в виду то, что я три раза угадал, можно и четвертый кодик. Помнишь, у нас акция такая была, кто три угадывает, тот четвертый получает подарок. Но это ещё плюсом было за рядовую серию, то есть вы три в ряд угадываете. Так что, Павел, нет. Сори. Так, я закрываю остатки. А у нас пока что Ламборджек принимает винку. Здесь 0.23 на зонтах. Такая позиция прям. Охо-хо. Охо-хо. Спайдер, спайдер, спайдер вумен. Какой? А чё шрам на лице? Откуда шрам на лице? И на левой щеке пластер висит. Эх ты. Проворная девчонка. Ладно. Поехали, дорогие друзья. Что у нас? Опять, даже на металл не умудряются очень медленно играть. Ребята у нас из Экфрэш. Какой-то раунд, видимо, готовят. Фейк под виночку такой своеобразный. Раскидочки полетят. И выход под лонг похож на то. Так, ну что ж, давайте смотреть, как сейчас отыграют у нас ребята. Да, Экфрэши уже летят на позиции Ланга. Снимают им парадокса. Лео пытается отыграть под четверкой. Так что перетяжка вся в центральном кафе будет законтрена от Лео. Есть информация по Халдрогам. Но я думал, он отпустит его живым. А однако и нет. Ламборджек подтягивается. Должен находить моментальный размен на Лео. Так и происходит. Есть информация, что Ласт оппонент находится в районе центрального кафе. Но Ламборджек принимает решение уйти сейчас по дарку. А там Фитоняк к нему боком стоит. И может не зачекать. Да, вот все. Но сейчас, правда, спалили его. Семьдесят один хп. Можно, в принципе, тащить довольно спокойно. Залетает Бада. У-у-у. У-у-у. А еще есть УАшки. Ой-ой-ой. И Фитоняк. Пять хп. Ииии. О-о-о-о. Ламборджек. Вот ты клатч раунд выдал парень. Красава. Что вообще сейчас произошло? Ребят, да как такой раунд-то можно было слить? Ну вы серьезно? Очень-очень огромную ошибку сейчас допустили бойцы команды X-Fresh. Ну и за эти ошибки наказывает их Ламборджек. От Блуда даблкилл. Ламборджек пиплкилл. По сути, вдвоем ребята сделали этот раунд для своей команды. Сейчас, я думаю, X-Fresh должны будут втройне играть аккуратно. Блуд закрывает за собой центральное кафе. Двое А, двое Б. Но от команды X-Fresh пока что вектор атаки явно не наблюдается. Отыгрывают от T-спавна. Обменялись гранатами со своими оппонентами. И сидят спокойненько. Так, ну что. 0.23. Там все один под семерку пока что играет. Но его роль, я так понимаю, здесь все-таки просто играть закрывающего. Пока его тиммейта тоже какие-то поджимы смотрит. Готовится просто обычный холд. Вполне дефолтный холд. Раунд в исполнении атаки. Вот так какие-то фейковые гранаты полетят. Ну и под какой-то тайминг все-таки будет врыв от команды X-Fresh. Но вот под какой пока что еще большой вопрос. И снова походу Аплент будет. Но посмотрим, чем этот выход закончится. Снова летят у нас гранаты и смоки на дверь в Аплент. И X-Fresh вроде как готовит атаку и выход под лонг. Но может быть и фейк, и выход под Б. Кстати, да, это выход под Б. Ну а там Ламборджек и Халдрога играют на сейве. И Ламборджек сидит довольно не в стандартной позиции. Сейчас у 0.23 должен моментально вылетать Хелсбар. Так и происходит. Ой, и от Ламборджека даблкилл залицает. И атака под позиции Б плента не удается. Трое игроков команды X-Fresh возвращаются на семерку. И перетяжка теперь будет на позиции длины. Лео и Фитонях попытаются отыграть в этой точке. Но Лео сворачивает на четверку. А там зачекал их блуд. От Лео есть минус. Но здесь же и парадокс подлетает на сейв в ЦК. Да, Понпон забирает Лео. Уходит в семерке у нас Кюза. И вдвоем вместе с Фитонях и будут раунд под А походу делать. Да, там уже их идет пушить. Товарищ Парадокс. Но Парадоксу здесь поаккуратнее надо. Там Фитонях-то еще... А, ну вот погибает один и второй. Все-таки Парадокс умел заспреить двух игроков. Пауза. Ну вот как-то вот... Неожиданно. Так, страшно, что что-то идет не так. Да, явно не по их сценарию идет игра. Это уж точно. 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. Перезагон. Так, а я сейчас тоже подойду. Хорошо. Хорошо, дорогие друзья. Ну ладно, будем ожидать сейчас. А когда бойцы команды X-Fresh и Ys будут в полной боевой готовности. Ну и мы увидим все-таки в их исполнении какую-то ответку. А то как-то X-Fresh с самого начала начинают отдавать раунды своему сопернику. 2-0 уже счет на табло. И команда X-Fresh явно сейчас этому не рада. Нужно срочно что-то придумывать. Я понимаю, что Миттаун это все-таки не сторона. Точнее, Миттаун это не карта для атаки. На ней очень сложно что-то из этого делать. Все-таки и заход с семерки, и выход центрального кафе, и выход на лог. Довольно-таки зажатые пространства, куда закидывают гранаты же первым делом. Принимают дуалы в упорах. С5 где-то лежат, да, на заходе. Так что здесь я понимаю, что это неудобно. Но тем не менее, надо брать хотя бы 3 раунда на первой половине. Команде X-Fresh это точно. Но если возьмут 4, то можно сказать, что просто хорошо отыграли первую половину X-Fresh. Ну, опять это вообще идеально. Просто идеально. Ладно, сейчас дожидаемся Германа и будем стартовать сразу же. Ну, а там команда X-Fresh покажет или нет какой-то уровень игры. Смогут ли они как-то оправдать, так сказать, себя. Но 2 эти раунда были просто вырваны из рук команды X-Fresh. Ну, окей, второй раунд там Вайсы его заслужили. Действительно, просто со всех сторон зажимали своих соперников. И вообще ничего не могли сделать X-Fresh. Но первый-то раунд я вообще ума не приложу, как X-Fresh слили. Тем не менее. Ну что, после небольшой технической, точнее, даже тактической паузы от команды X-Fresh, мы возвращаемся на карту Midtown. Вайсы впереди 2-0. Пока в обороне, ну, так скажем, все идет своим чередом. Оборона должна забирать свои раунды. Атака там, словно, через 2 раунда, да, свои раунды берет. Ну, по статистике, опять же, и более частый. Ну, здесь на самом деле X-Fresh могут, если соберутся. Если все пойдет как надо, то будет у них все ок. Врыв центральное кафе, Фитонях, есть N3-фраг. Ну, и здесь на двойку сразу должна идти Хелпа. Но Хелпа в лице... Парадокса пришла вовремя. Но, правда, прокидываем его так же. Находит там Понпон один. А к нему и через КТ пойдут, и через двери в Апленту пойдут. Фитонях здесь стоит. Кюза находит минус. Отлично. Ну, что ж, Ламборджек и Халдрога остаются вдвоем против четверых. Сейчас главное не заруинить вообще всю катку. Ребята, сейчас надо собраться. Ламборджек врывается через лонг, но и здесь Кюза, благо, не оплошал и поставил хэдшот. Все-таки есть ответный раунд со стороны команды X-Fresh. Молодцы, очнулись. Да и Кюза отыграл очень неплохо трипл-кил в его исполнении. Ну, там была небольшая ошибочка от Васи. Ну, как ошибка, просто, наверное, не прочитали соперника. Должны были ОАшки поставить в центральной кафе. Там бы моментально минус два, минус три, может быть, залетело бы от спрея этого девайса. А так Ауг там все-таки не справился. Два таргета нужно контролить, причем, скажем, на разных дистанциях. Это очень тяжело для Аугера. Ну и молодцы, X-Fresh, раз прочитали, так скажем, своего соперника. Сделали раунд, который принес им все-таки раунд. Сделали раунд, который им принес все-таки, да, раунд, конечно. Принес им, так скажем, положительный результат. Но вот Лево забирает уже перед ЦК. У нас Блуда вновь, понпон-разменный. Вновь заход в ЦК есть, там парадокс будет бороться Иса, и ЦК. Отличное действие от парадокса, но Кюза его все-таки забирает. Халдрога здесь не чекает перед ЦК своего соперника. Лево должен по нему ставить еще фраг. И это один в три. Ну что ж, Ломборджеку опять придется отдуваться за всю свою команду. Выход на четверку, а там уже Лево уходит под позиции арки. И с вещей будет закрывать своего соперника. Есть информация, забрасывает префайр. И Лево выходит победителем с этой встречи. И все-таки счет на табло загорается 2-2. Бойцы команды X-Fresh моментально забрасывают ответный раунд. Но и сейчас у Вайса уже чувствуют, что что-то идет не так. Да, поменяли Блуда на Халдрога в Центральный Кафе. Но опять же, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Надо было сюда ставить его А-93. Поставили опять Ауг. Ну хотя, может, на каком-то личном скилле сейчас Аугер команды Вайс пропрется. И здесь заберет, так скажем, то, что принадлежит ему. А принадлежит ему пока что только Центральный Кафе. Очень растянутый и долго начинает опять же свой раунд. Команда X-Fresh, я думаю, что им надо было продолжать в том же ключе, в котором они и забрали предыдущие два раунда. Но все-таки парни принимают решение немножко иначе. Сыграть здесь сразу 4 игрока под семеркой будет. Заход у Блуда будут большие проблемы. Ламборджек разменится по 0-23. Это все игроки на семерке. Абсолютно все. И здесь подтягивается уже Халдрога под 7. Сюда же стягивается и Парадокс. А это фейк и уход под Аппленд. А там только Понпон. Ну и Понпон сейчас прекрасно сбросит информацию своим тиммейтам. То, что все-таки это Аппленд, но будет уже слишком поздно. Лео выходит на позиции длины, но очень долго мешкался там что-то в БТРах. И в соответствии ловит по себе дамага. Фитоняк тем временем вылетает под Аппленд. В полутик у него на похвати. Но здесь же прилетает Халпа уже на двойку. И Кюза остается один против четверых своих оппонентов. Ну а от Кюзы залетает минус на Халдрога. Выход на лонг, скорее всего, будет от него. Далее. Ну а там Понпон и Парадокс должны моментально отправлять своего оппонента отдыхать. Ну если, конечно, Кюза сейчас первым делом не чекает Парадокса за углом, а потом не разбирается еще и... Да не, здесь Кюза может на самом деле раскидать очень даже знатно. Правда, вот не зачекает, наверное, все-таки Парадокс. Зачекал, да, но все-таки прицел был у Парадокса на голове своего энеми. И это 3-2 в пользу команды Вайс. Ну что же, продолжение следует. Под семерочку. Под семерочку, походу, летят. Да, причем это очень быстрый раунд, Хаешка откидывается. И не успевает Ламборджек ничего сделать. Остается Блуд здесь один, у него проблемы. Но сейчас главное не возвращаться обратно, а продолжать атаковать. Но они опять же возвращаются, они опять пытаются фейковать. Но Понпон вновь остается один, а стражи порядка оплынта. И он уже готов принимать выход на лонг. Лео попытается ворваться сюда первым же делом. И перетяжка уже в центральном кафе будет. Но здесь Полтик садится на четверку. А Парадокс-то принимает решение пойти через КТ-спаун. Помпон принимает Кюза. Отлично, есть минус. Лео пытается найти еще минус на Помпон. Она там на КТ-спауне находится Халдрога. Помпон даблкилл в этом раунде. Ну и от Полтика есть размен. Сынки Лео закрывает также Халдрога. Подает информацию по Парадоксу. Лео даблкилл. И он уходит. Уходит сразу же на КТ-спаун. И будет это Б-плейн. А Парадокс-то это читает. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты свернул с пути-то истинного. Куда ж ты стреляешься? Это Лео поставь бомбу и принимай уже под зонтами. Вот как раз-таки Парадокс. Под зонты идет. И Лео ставит ли хэдшот. Или же все-таки Парадокс как-то заимет по своему сопернику. Да, есть минус. И это 3-3. Отлично. Вновь паритет на карте у нас, дорогие друзья. Но пока что как-то немного отключены двое игроков команды X-Fresh. Это 0-23 и Полтик по одному фрагу. У этих ребят. Да, я понимаю, что они вносят также импакт для своей команды. Постоянно там настреливают своих соперников. Дают информацию. Но, тем не менее, Халдрога тем временем принимает двоих своих соперников. При заходе центрального кафе Помпом также работает на подхвате. Минус на Лео. Парадокс разбирается с Кизой. И Полтик уже остался один за считанные секунды. И... Вот... Да, поменяли все-таки другого Аугера. Поставили Блуда обратно на Б. На Халдрога на ЦК. И вот Халдрога все-таки прочитал этот раунд. И все-таки мы видим, что с Аугом тоже можно задержать довольно уверенно. Центральный кафе. Да, там хорошая ХАЕшка залетела. Плюс проконтроливал свой спрей неплохо. Ну и опять пытаются завладеть территориальным преимуществом X-Fresh. Выбивает центральное кафе. Посмотрим, получится у них это или нет. Потому что там два игрока садятся просто на префайр. Кюза там постоянно... Калдрога вот сейчас просто отбил башку команде X-Fresh. Точнее, одному из игроков. Это Кюза отлетает. И очень агрессивно настроен парадокс. Но это было уже, наверное, не нужно. Ну да, Полтик об этом и говорит. Сейчас своему сопернику дружище через черная агрессия очень вредит, так сказать, твоему здоровью. Есть у нас информация о Ламборджеке. То, что выход на семерку у нас также готовится. Там фитонях засветился. Но Ламборджек принимает решение теперь отойти от упора семерки. И Блуд подтягивается к нему на холпу. Так что Б-плейн по-прежнему под замком. Сколько бы ни пытались сюда заходить бойцы команды X-Fresh, постоянно у них были какие-то проблемы. И в основном эти проблемы оформлял им Ламборджек. Но пока что они вчетвером против четверых. Можно запушить тот или иной бомбсайт. Но, я так понимаю, это выход под аплейн. Да, здесь очень много энеми. Фитонях взрывает на бочке Халдрога. Лево забирает Блуд на ЦК. И здесь Ламборджек тоже отлетает без шансов. 4-4 для X-Fresh. Вообще, на самом деле, первая половина складывается нереально жестко. Нереально классно. Играя за атаку, имея 4 раунда в активе перед сменой стороной, это уже очень хорошо. Ну, а на обороне остается только допустить меньше ошибок, чем соперник на первой половине. Поэтому X-Fresh и все на мази. Ну, а теперь опять вроде готовится под позиции Б-плейнта. Закидали гранатами и двое игроков отсеиваются с позиции семерки. 0-23 ведет перестрелку против Парадокса и Помпона под аплейнтом. Но там еще и Халдрога в районе двойки отыгрывает. Так что, если что, моментальным саппортом будет выступать в районе аплейнта. X-Fresh и прекрасно понимает то, что сейчас им нужно найти какой-то опенфраг. И только от этого опенфрага действовать. Иначе все позиции будут под моментальными саппортами находиться. Перетяжка на Б-плейн центрального кафе. Перетяжка под А-плейн. Но здесь под четверкой очень грозно воюет Лео и находит опенфраг. Там должен был, по идее, быть размен сразу от Помпона. Но нет, размен не находится. И тем самым 0-23 здесь пока что один по длиной остается. Вся команда перетягивается под Б. Они находят размен, но здесь только Блут. И Блут успевает только занять широкую. Никакого контроля по Винке у него абсолютно не будет. Поэтому может только догадываться, в какой стороне находится его эннами. И его эннами просто окружает. Б-плейн завоеван. Помпон погибает. Первая половина 5-4 в пользу X-Fresh. Браво. Браво. Вобарб. Вобарб. Браво. 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 Молодцы. После того, как они перезашли, провели какую-то тактическую паузу, они забрали 5 раундов. Вот видишь, как тактическая пауза влияет на тот или иной исход матча. Это очень хороший результат сейчас для команды X-Fresh. Действительно, они грамотно провели эту тактическую паузу. Обсудили все командой, что было не так, кто что делает, кто за какие позиции отвечает, как идет атака, какие прокиды, какие тайминги. Все проработали, все обсудили и все сделали. Это действительно так. 5 раундов подряд, ну ладно, не подряд, хорошо, но тем не менее, 5 раундов забрали, 2 раунда всего отдали. Если бы они начинали играть точно так же с самого начала и не отдавали эти 2 раунда своему сопернику, кто знает вообще с каким счетом мы бы закончили с тобой первую половину. Но тем не менее, если бы такая была, опять же, говорим про эфемерность статистики в любых играх, это все не сюда, не по этому адресу. Ладно, 0.23 ожидает, пока команда Vice полностью проснется, пока она будет готова. Ну и вроде как раз таки ребята уже объявляют готовность к смене сторон. Ждем мы только парадокса. Да, парадокс там полез все-таки в рюкзак, видимо все-таки еще обговаривают что-то. Ну, можно и начинать. Поехали, вторая половина, заключительная половина на сегодня, но вероятно еще, конечно, мы допы увидим. Это не исключение ни в коем случае, поэтому, но основная половина на сегодня последняя. Ну что же, смотрим, 5-4 преимущества у X-Fresh, тяжеловато будет Vice сейчас. Но если Vice сейчас сразу же подбирает нужные ключики, находят нужные тропинки для атаки, то, я думаю, они вполне могут справиться со своим соперником. Но опять же, посмотрим, как X-Fresh сейчас будут отстреливать своих оппонентов и вообще, какие позиции будут избирать. Кюза отыгрывает в центральном кафе, война против парадокса, и парадокс в ней проигрывает. Есть минус, выход на лонг, Ламборджек сломя голову, несется вперед под апплейт. Но Кюза находит уже даблки, Ламборджек должен находить размены, а там Лео. Лео 4 хп все-таки дожимает своего соперника Ламборджека, и теперь ситуация 4 в 2. И Фитоняк на самом деле мог проркать ДЦК, сейчас что он и делает, кстати, но 7 хп у него остается, не успел выстрелить по Халдрога. А вот здесь Понпон очень рискует, заходят в центральное кафе, есть очень много демеджа, 1 хп остается у Кюзы. И есть все-таки по нему минус, ситуация 2 в 3, но по-прежнему преимущество нового игрока у X-Fresh. Ну опять же, надо не забывать про хелсбар. Да, я понимаю, что с этим хелсбаром все так неоднозначно, казалось бы. И с одним хп ребята раздавали по 4, а то и по 5 голов, но тем не менее в каких-то лобовых стычках этот хелсбар решает многое. Лео справляется самостоятельно. Опять Лео, он и на первой половине настрелял там больше всех, и сейчас он опять начинает, слушай, ну какой же уровень игры у этого парня, как же сильно он бустанулся, действительно вообще показывает, не то чтобы высочайший какой-то, он реально показывает стабильную, что опять же становится очень большой редкостью. Сейчас нет вообще стабильных игроков по энбланке, вообще никого. Ну вот, есть там пару людей, которые могут претендовать, но и Лео, похоже, да, все-таки из тура в тур переходит как раз-таки в этого стабильного игрока. Это, конечно, большой, так скажем, груз, боиценный, прям вот на вес золота для команды X-Fresh. Ну что ж, сейчас бойцы команды Wise опять пытаются свою удачу под позициями длины. От Ламборджека залетает минус на Кюза, находится все-таки размен за блуда, но тем не менее далее пройти через лонг у них не будет. Лео дается. Лео и 0.23 будут играть закрывающих под этой точкой, да и Фитонях, если что, на подхвате с двойки от Лео. Есть минус на Ламборджека, 0.23, и вот такой интересный девайс у него в руках, есть минус, но Понпон его за это наказывает. А там уже Аркада в спину, и остается один лишь Понпон у Лео. Здесь проблемы все-таки возникли, он еще и Фитоняха, так что, может забрать на центральный кафе Фитоняхи. Главное сейчас вообще не вылазить, Паутик тоже погибает, и неужели Рал потащит Понпон, вот это да! Понпонище! Зверюнище! Что ж ты делаешь? У Фитоняхи 23 хп, 53 у Понпона, здесь по сути одна тычка отделяет от взятого раунда Понпона. Но убегает на ката Фитоняха, а в это время Понпон может убежать просто на семерку, что станет неприятностью для Икс Фреша. Но по ходу дела Понпон так и будет делать, но пока что идет в район четверки, чекает центральное кафе. А Фитонях пока что по-прежнему уверен, что его соперник идет под позиции Аплэнта. Сидит на КТ-спавне, ну а Понпон говорит, ну и сиди себе, ну и сиди дружище, тебе там удобно? Ну пожалуйста, без проблем, я на Бплэнт. 53% здоровья, чекает, не засел ли где здесь соперник, но его здесь нет, можно смело ставить уже фугас. А Фитонях до последнего не хочет уходить с этой позиции, но потихоньку вроде начинает двигаться. Фугас установлен, и это Бплэнт. Ну что, Понпону главное теперь удержать? Да, конечно, Фитонях в теории может какую-то головокружительную пачку поставить. Ой-ой-ой, спиной-то как повернулся, не вовремя. Понпон, да, ему дали сейчас информацию по КТ-спавну. Ну и на голову-то зачем стреляться-то, там же битый Понпон, и вроде информация была. Но уходит на сейв, Понпон у нас будет отыгрывать непосредственно на звук дифьюза. Отыграет Ли, либо Фитонях как-то перехитрит своего оппонента. А у него, кстати, уашки в руках. Но Фитонях идет искать своего соперника, так что у Понпона могут возникнуть какие-то проблемы, но таймер-то истекает, и здесь Понпон с дуала все-таки, ну не с дуала, с уашек перебривает своего соперника. И это все-таки ответный раунд со стороны команды Вайс, и за это надо сказать огромнейшее спасибо. Сейчас Понпону просто вытащил то, что не вытаскивается. Ну как не вытаскивается? Ну это было уже просто, его закрывали со всех сторон, он просто был зажат в ловушке. Ну здесь да, я, кстати, вот в этом моменте с тобой соглашусь, что его закрыли, причем неплохо. Но вот ошибка, пожалуй, самая большая от команды X-Fresh была, что они сделали это не одновременно. На время, то есть они по одному каждый пикнули, там дали время, так скажем, не то чтобы окститься, они дали ему время, то есть, да, развернуться, почекать, то есть, ну, как-то вот по одному опять же. Ну а так да, Понпон, конечно, огромный молодец, очень важный раунд взял для своей команды, а то было бы уже 7-4 и было бы совсем все плохо. Так, ну что ж, пытаются опять выйти на четверку, но там Кюзай 0-23 воюет. Под этой информацией то, что на позициях Ланга нападется соперник, Ландерджек пытается уйти, но у него это не удается, 0-23 и собирает VX в их анеме. Есть минус, от КитХЕ также от парадокса. Эта ХЕшка залетает как раз-таки под 0-23, ситуация 4-3 на данный момент на карте. Но Понпон пытается пройти Паутика, и, увы, эта попытка не удается. Есть минус от Паутика, также залетает дамаг по парадоксу, и ситуация уже 4 в 2, и пытается пройти опять на ЦК парадокс, но там же Кюза, ну неужели тебя ничему не учит? Ладно, молчу. Вот-вот-вот-вот-вот, аккуратней с языком, молодой человек. В Хитонях на обороне центрального кафе Лео убитый под аплантом, но и Халдрога находит ли минус? Нет, Лео все-таки вешает пачку, и... Парадокс 1 в 3, но там Лео должен либо закрывать, либо уже сейчас и Фитонях пойдет с Ланга. Да, Фитонях в любом случае с Ланга должен закрывать. Да, ну нет, Лео делает все-таки минусы. Лео опять шестер уже наколотил, все у него нормально. И 7-5 на табло за Икс Фрэш. Ну что ж, пока что Икс Фрэши чувствуют себя неплохо, с учетом того, что у них имеется преимущество, а вот команда Уайс пока что находится в небольшом напряжении. Куда идти, что делать, кого убивать, непонятно. Есть информация по центральному кафе, Кюза опять пытается противостоять своему сопернику, но полетел Смоук на четверку и Фитонях подтягивается на Хелпу, а Лео оставляют одного на сейве Ланга. Там попытается пройти вновь Ламборджек, а Понпон, ну и Блуд, я так понимаю, подтянется на Хелпу, но удачно ли? Да, раунд делается определенно под А, да, с уклоном под Б, все-таки кто-то должен там фейковать, но полетели контр-ответные гранаты и сейчас у Фитоняхи, у Лео будут большие неприятности. Если все-таки Хелпа с ним в ЦК не придет, проблема уже у Лео по Хелсбару, там Понпон пробегает на тройку, забирает одного, забирает второй Ламборджек и Кюза очень поздно приходит, его также забирают, ну и по одному пошли валиться штабелями команда Икс Фрэш. Ой-ой-ой, а это уже тревожный звоночек, а то здесь Вайсы начинают раунд за раундом забирать, и как-то Икс Фрэш уже начинает сдавать позиции потихонечку. Да, я говорю, это сейчас как-то, возможно, быстро очень поторопился с выводами, но, тем не менее, это видно по игре. Видно по игре, сначала один игрок, команда Вайс разваливает троих-четверых за раунд, ну а сейчас ребята просто не могут удержать аркаду. Есть минус также от Понпона на 0.23, но и сейчас, я думаю, Икс Фрэш должны что-то срочно поменять. Может, даже стоит провести какую-то рокировку. Здесь не рокировку надо делать, здесь надо просто понять, где играет Понпон и его стараться избегать, а стараться как раз-таки на других игроках нафармиться, чтобы всё-таки Понпона оставлять одного. 8 фрагов у игрока летит, и его надо стараться и выйдить. Но пока что не могут понять, где играет этот товарищ с 8 фрагами команды Икс Фрэш. Ну и вот просто его ищут, ищут индикаторы его в прицеле. Как только его найдут, я думаю, могут усилить сразу же ту позицию, где и как раз-таки Понпон находится. Это, в принципе, рациональное решение, но пока что очень всё спокойно и не удаётся Икс Фрэшам как раз-таки обнаружить этого фраг-лидера вообще на карте. Растягиваются у нас ребята 2B, 2A и 1 в ЦК, но Кюзэ играет очень посредственно на ЦК, то есть позиция за баром. Она, конечно, хорошая, но если ты на ней как бы уже ввязался в перестрелку, то оттуда вряд ли уйдёшь. Либо ты убиваешь, либо тебя. А это определённой степени риск. Ну что ж, посмотрим, как сейчас отыграют Вайсы. Уж очень долго они готовят этот раунд, и всё-таки это будет выход под позиции Б-Плэнта. А там Полтик и Фитонях играют на сейф. Очень аккуратно заходят, забрасывают гранатами. Понпон и Ламборджек уже ворвались, но здесь Фитонях играют на сейф. От Полтика есть минус. Отлично, Фитонях поддерживает. Ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь развалились, развалились Вайсы. Вообще ничего не смогли противопоставить двум своим оппонентам на позициях Б-Плэнта. И к Халдрогу остался один против пятерых. И вот там уже идут СТ-спауна давить 0.23 кезая левую. И здесь уже вряд ли куда-то уйдёт. Хотя первая пачка есть. Ещё один в четыре. Два битых на Б-Плэнту. И в принципе тоже можно забрать. А там один в два, чем чёрт не шутит. Но вот таймер, пожалуй, самая главная проблема Халдрога вообще вот на данный момент. Потому что остаётся буквально 30 секунд. Даже уже меньше до СНОК-бомбы. 20. И вот. Проходит всё-таки подвинку. Давайте за ним посмотрим. На зонтах Фитоняха. Так, Фитоняха даёт информацию. Паутик просто в закрытом на голову играет. Фитоняхе надо быть аккуратным. Да-да, всё-таки с Паутиком на двоих забирают ещё одного оппонента. Это 8.6, Эксфреши. Отлично. Опять отрываются от своего соперника на два раунда. Но и сейчас главное сохраниться вот в этом моменте. И просто не допускать ошибок играть точно так же. Но бойцы команды Уайс уже направились в район центрального кафе Илангапа. Летели хаешки на двойку. И это, походу, пас выход на центральное кафе. Да, от Панпона есть минус на Кьюза. Моментальный минус также от Парадокса на 0.23. И центральное кафе упало. Что вы сделали? Как упало, так и встало. Халдрога был замечен на курятнике. И сейчас у Блуда 15 хп находится, ну прям откровенно, в плохих позициях. И в Фитонях ещё закрывает ЦК. Никуда отсюда не уйдут Вайсы. Везде их контроль. Из КТ-спауна, из Сапплента, из Курятника, там не знаю, из ЦК. Откуда угодно. Их уже здесь везде ждут. И вот у Повтика, ну нереально классная позиция. Нереально классная позиция. Здесь его вообще никак на лестниках ждать даже и не могут. Ну и Блуд с 15 хп вряд ли пойдёт первым. Отправят, наверное, Халдрога всё-таки. Ну разведка, там Фитонях уже в ЦК тоже готова закрыть спину. Команде Вайс. Какие же плохие позиции у Вайсов-то сейчас. Информация, это самое, что интересно, по ним есть. И от неё никуда не уйдёшь. Ну да, да их и здесь закрыли абсолютно совсем. А я что сказал? Нет, я как бы подтверждаю ещё. Ну да, их здесь и закрыли. Типа, блин, да, ребят, в каком вы вообще... В какой вы ситуации находитесь? В какой вы же? Да, да, да. Не типа то, что я повторяю твои слова. Ну и в соответствии это уже девяточка, да, у нас на табло для команды. Да, это три матч-поинта у Икс Фрэшов. И я не знаю, Вайсы сейчас, наверное, заголову зеруются, думают, О май гад, о май гад, ватафак, что происходит? Ну и выход-то под семёрку готовится у команды Вайс. Ламборджек сюда отправляют, так скажем, просто создать видимость. Да, это всего лишь видимость, никакой не выход. Торопился я немножко с выводами. Я думал, быстрый раунд, но быстрого раунда, походу, не будет. Ну и, не знаю, Икс Фрэш пока что очень хороши. Очень хороши, и команда Вайс вряд ли всё-таки их сломит. Опять же, это отличное мнение моё, субъективное. Ну и посмотрим. Ну если сейчас, ребята, делают какую-то заготовочку с разводом Аплэнта, то да, то можно. Там центральный кафе плюс лонг вломиться, тогда всё будет у них идеально. Но вот забрасывает гранатами своего соперника, Лео тем временем принимает на позициях Аплэнта. Да, есть минус на Помпона, отлично. Точнее, от Помпона есть минусы, и Аплэнта уже взят. Теперь трое игроков команды Икс Фрэш находятся в крайне кафовой ситуации. Надо развалить пятерых своих соперников. Вдвоём пойдут через лонг, Кюза и Фитонях, а здесь на сэве играет парадокс. Зачекают ли его первым, или он их будет уже разбирать. Ну я думаю, зачекают, зачекают. Определённо Фитонях ставят, по нему хэдшот. Там паутик с КТ спауна идёт. Если сейчас заберет Ламборджек, то там и на тройке красный игрок. Блуд сидит, Блуд. Это Помпон погибает, Ламборджек, ой-ой-ой, 20 хп. Да как они это делают, боже мой, Икс Фрэши. Это просто убийцы. Это убийцы. Бомба деактивирована.